Проект называется «Сибирская артель» и у этого проекта интересная история. Я сегодня буду говорить о нем в восьмой раз. Каждый раз, проговаривая его, я двигаюсь в его развитии. И все восемь выступлений выложены на нашем сайте Терем. И этим выступлением уже больше года тому назад началось. Сегодня восьмая итерация этого проекта. Мой формат экспертная поддержка. У меня сформировалась идея понимания того, что я хочу и как это будет работать. Я вам это сейчас попробую объяснить. И в конце мне будет важна идея экспертная поддержка в виде идей, что с вашей точки зрения не сработает в моей идее. Или показать мне слабые стороны, слабые стороны моего проекта. Для того, чтобы я их усилил. Осознав эту слабину, их усилил. Итак, «Сибирская артель». Если сказать совершенно двумя словами, что такое «Сибирская артель» — это питомник для выращивания бизнеса. То есть это то место, где человек, владеющий, человек, имеющий бизнес-идею, доводит свою бизнес-идею до воплощенного, работающего, эффективного бизнеса. То есть, по сути, «Сибирская артель» — это питомник для выращивания бизнеса. Почему артель? И что такое артель? И как это там работает? Артель — это исконно русский способ образования взаимодействия людей, который основан на следующем принципе. Равные друг другу люди встретились, договорились о том, что они будут делать совместно, и потом результат своего труда они делят согласно КТУ, коэффициенту трудового участия, внутри. И они все имеют круговую порогу. Имеется в виду, что если один внутри команды или артель не выполнен на свою работу, то все остальные несут солидарную ответственность за его невыполнение работы. Например, то есть если лесоруг, собрались все вместе, решили сделать артель, пошли в лес нарубить дров, чтобы потом привести их на рынок и продать, допустим, вот артель. Мужики встретились, договорились, одни нарубили, второй повез. Он повез, не довез. Приехал через речку, упал, уплыл. То есть они не заработали денег. В данном случае никто, то есть они с него спросить деньги не смогут, потому что, то есть спрашивать эти деньги не скоро, никто не заработал. Я понятно объяснял? Да. То есть круговая порога, смысл в этом. Все ответственны, каждый, все ответственны за результат каждого, и каждый результат каждого ответственный за всех. Итак, теперь сибирская артель. Сибирская артель. Значит, что мы имеем на входе? На входе мы имеем следующее. На входе мы имеем человека, у которого есть идея, бизнес-идея или мечта. Бизнес-идея основана на его мечте. Этот человек приходит в сибирскую артель. Что происходит здесь? Происходит что-то с этим человеком в какой-то промежуток времени. Что происходит на выходе? На выходе этот человек имеет воплощенную мечту внутри, имеет соответственно бизнес, у которого есть стабильный входящий поток денег, есть своя команда сотрудники, есть клиенты стабильные, есть заработок, все признаки стабильного бизнеса. Стабильный поток, команда работает, стабильный доход. Что происходит вот здесь внутри? И кто еще внутри? Помимо человека, людей, которые являются носителями идеи, сюда также приходят менторы. Менторы – это люди, которые имеют опыт образования бизнеса, у которых, скорее всего, есть свои бизнесы, они знают и понимают, как бизнес организовывать. Менторы – это люди, у которых есть опыт в понимании того, как организовывать бизнесы. Кто еще сюда приходит? Также в сибирскую артель приходят люди, которые называются эксперты. Кто такой эксперт? Эксперт – это человек, который имеет опыт в какой-то узкой области, относящийся к бизнесу. Ну, это может быть финансист, бухгалтер, маркетолог, это может быть производственник, это может быть рекламщик, это может быть человек, который разбирается в том, как устроен данный рынок, допустим. Итак, эксперты. Это у нас менторы, эксперты, носители идеи. И еще люди, которые сюда приходят, вот в эту область, это так называемые люди-сервисы. Сервис. Сервис. Это уже не только один человек, это может быть человек вместе с командой, который оказывает, который внутри сибирской артели оказывает сервис. Что может быть сервисом? Сервисом может быть, допустим, что такое сервис? Это услуга. Какая может быть услуга? Это может быть услуга открыть юрическое лицо. Это может быть услуга посчитать, сдавать налоги. Это может быть бухгалтерская услуга. Это может быть услуга сделать сайт. Это может быть услуга исследовать рынок. Это может быть услуга юридическая, составить договор. Это может быть, ну, то есть, любая набор функций, который состоит стандартный бизнес, можно разложить на услуги. Можно разложить на услуги. Про платные я еще пока не дошел. Итак, то есть, в одном пространстве, которое имеет пространство, которое имеет систему коммуникации, одной из составляющих, которой у Сергея Николаевич сегодня говорят, является коммуникационные сайты, в одном пространстве, которое имеет систему коммуникации, собираются люди с разными специализациями и ролями. Носители идей – это те, которые имеют бизнес-идею, менторы – это те, которые имеют опыт в организации бизнеса, в развитии бизнеса, в становлении бизнеса. Эксперты – это люди, знающие узкую область какую-либо в бизнесе. И сервис, люди, которые готовы, люди или команды, которые готовы оказывать услуги. Что здесь происходит? Вот в этом варе, или вот в этом пространстве, одна из частей системы коммуникации, она из чего состоит? Она состоит из коммуникационного сайта, она состоит из рабочих встреч, артели, что-то наподобие сегодня, то, что здесь происходит. Это мозговые штурмы совместные. Она состоит из, допустим, скайп-группы, она состоит из рассылки, рассылки, рассылки. И что здесь происходит? Здесь происходит следующее. Носитель идей приходит, допустим, на одну из таких встреч, и говорит, у меня есть вот такая идея, и он излагает свою бизнес-идею. У него просто идея, у него нет ни опыта, ни знаний, ни понимания, но он горит, он горит этой бизнес-идеей. Кто сидит здесь? Здесь сидят менторы, эксперты и люди, представляющие сервис. И кто-то из менторов говорит, мне нравится твоя идея, я знаю, я готов, ты мне вообще симпатичен, я готов тебя поддержать, я беру тебя на сопровождение и развитие твоего бизнеса. Собственно говоря, об этом и есть основная роль ментора. Он поддерживает, как наставник, ментор или наставник. И они, носитель идей, говорит, отлично, я, и вот они здесь, допустим, встретились и на вот этой встрече. То есть встретились носитель и ментор. Они встретились и образовали команду. Они договорились о том, что один будет поддерживать другого до тех пор, пока второй не откроет бизнес. Точно так же в команду может прийти эксперт. Эксперт. Точно так же в команду может прийти сервис. Теперь самый главный вопрос, не самый главный вопрос, один из важных вопросов. Собственно говоря, деньги. Как и за что здесь происходит? И ответ очень прост. Настолько прост, что очень прост. Про деньги здесь так, либо носитель идей оплачивает услуги ментора, эксперта и сервиса деньгами, ну, просто договаривается и говорит, хорошо, ментор, я буду платить тебе 5000 рублей за то, что ты будешь раз в неделю со мной встречаться, и три часа будешь со мной отвечать на все мои вопросы, и я тебе буду просто выжимать все твои знания, вот так вот, короче. Ментор говорит, классно, здорово, я согласен. Ну, допустим. То есть прямые деньги за конкретные услуги, либо деньги, они договариваются на то, то есть, ну, прямые деньги, я не пишу, прямые деньги, то есть прямые деньги. Это первый вариант. И второй вариант, они договариваются на собственность с будущего бизнеса. То есть они договариваются на то, что те люди, которые входят сюда, менторы, эксперты или сервис, они получают долю, ну, вот, если уже сто процентов в этом бизнесе, они получают долю и при каждой, и отдельности, все в зависимости от того, как договориться с носителем идеи. Они получают долю в этом бизнесе. И, соответственно, в какой момент они зарабатывают? Они зарабатывают, если это у них, их не услуги являются венчурными инвестициями. Для них что такое венчурные инвестиции? Это человек оказывает свои услуги, и, может быть, этот бизнес выстрелит, ну, он станет бизнесом, а может быть, и не выстрелит. Соответствующим образом, эксперт, элемент, оказывает услуги здесь. За процент в будущем бизнесе заинтересован, если они так договариваются, на то, чтобы бизнес стал бизнесом. И когда он вырастает и становится эффективным работающим бизнесом, то дальше, возможно, два варианта. Либо Метер получает проценты, ну, дивиденды с работающего бизнеса, потому что он вложился, создал бизнес. Либо он создал, соответственно, он получает потом дивиденды, либо он продает эту часть, свою долю бизнеса, в уже готовом бизнесе, потому что бизнесы продаются. Если вы знаете, тоже продукты, стоимость бизнеса, понятно, как считается, ну, то есть, есть технология. И если есть люди, которые хотят купить, то почему бы его не продать? И кто может купить? А может быть, вот этот носитель с идеей сам выкупит долю у всех после того, как бизнес встал. Они договорятся о сумме, тот заплатит деньги, становится полным собственником, допустим, и таким образом он благодарит те, кто ему помогал при становлении бизнеса. Либо они остаются партнерами, и тогда бизнес растет, либо находится внешний инвестор, и тогда, ну, если инвестор покупает весь бизнес и рассчитывается с ними, ну, это так. Молодец. Все, я изложил суть сибирской артели. Ну и что им, чем является, собственно говоря, теперь почему артели? Почему артели? Артели, потому что люди, такие же, как носители идей, а, еще есть четвертая категория, я думаю, что я тебе разговариваю, еще есть четвертая категория, это сотрудники. Со-трудник. Со-трудник. Я не труд выделяю, пишется вот так, все заглавные. То есть человек, который вместе с носителем идей совершает труд, то есть трудится вместе с ним над созданием бизнеса. Потому что ментор, это чаще всего советы, ну, правильные, нужные, важные советы, иногда один совет сэкономит урогу. Эксперт, это советы, сервис, это конкретные услуги, но узкого плана, а сотрудник, это люди, это команда с носителем идей, которые присоединяются к нему. А, и теперь почему артель? А артель, потому что все эти люди встретились вместе, являясь в равноправных правах по отношению друг к другу, договорились о том, что они и здесь встретились для того, чтобы выращивать бизнесы, помогать выращивать бизнесы относительно людей. Каждый из них может стать носителем идей, каждый из них может стать ментором, если у него есть опыт, каждый из них может стать экспертом, если у него есть опыт в какой-то узкой области, каждый из них может организовать сервис для других, каждый из них может стать сотрудником, войти в команду к другому. То есть это роли, это всего лишь роли, о которых люди договариваются в каждом конкретном проекте. Но с конкретными действиями. конкретными действиями и соответственно когда ты говоришь я с такой ролью роль определяет твои действия что от тебя ожидает поэтому собственно говоря это артель поэтому это образование артель по сути это закрытый клуб потому что люди заходящие сюда они равны друг другу и ни у кого никаких обязанностей до возникновения проекта нет то есть люди просто зашли и поддерживают друг другу так же как мы сегодня поддерживали друг друг я скажу чем я тебе скажу зачем мне это надо и зачем собственно говоря зачем сегодня тем зачем у меня много бизнесов и зачем все это собственно говорит дело ответ у меня простой он такой я просто хочу прожить свою жизнь так чтобы мне не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы а если совсем просто я хочу каждый день просыпаясь утром идти на работу к тем людям в коллектив партнерам и друзьям которые мне интересны и радостно работать и смесь и творить помогать творить другим чтобы другим помогали творить меня и так зачем я запускаю я просто мне интересно делать то в чем я специалист мне интересно здесь очень много площадок это уже идея не нова она ничем не будет отличаться от тех площадок могу сказать что чтобы сейчас регистрировать бизнес да открыть компанию вы можете обратиться на меня 50 вам полностью подготовить пакет документов предоставить предоставить возможность открытия счета в любом банке не в любом там несколько банков два и три месяца жить и бесплатно обслуживаться в этих банках вот пожалуйста для того чтобы для того чтобы для того чтобы для того чтобы на сегодняшний день я не знаю что коммуникационный сайт у вас да но если например вы можете взять например облачное решение битрикс24 то есть оно есть бесплатное решение вы можете зайти там будет формирование вашей базы данных общение между собой соединение нескольких офисов и все такое очень интересно молодцы мучки я просто ольга я как на правах модератора хочу вас все таки остановить потому что смотрите мы находимся в клубе терем клуб терем это происк про мечту я вам сейчас а вот как эти люди вообще объединяются в арте вот как они находят друг друга что огни там не нравится как вот они взяли вдруг и встретились да как вот как механизм зарождения и как и как это чтобы если вот идея есть как ее довести не в течении 10 лет артель и полугода еще вопрос как увеличить скорость допустим создалась эта артель начала работать ну словно говоря она работает но вдруг возникает определенные противоречия конфликт условно говоря да вот то есть какие-то прежние ранние договоренности перестают действовать кто-то кого-то начинает не устраивать что происходит в этом случае а спасибо денис можно это может быть по-другому ответственность уменьшается ответственность забирает на себя рубль поэтому если нет ответственности значит это уже не ответ здесь слабое изменение рубль заплатил он тебе что надо сделал и ушел и у тебя опять провал это магазин получается да его нужно исключить на последний период получения должен быть людей нет это он уже сам должен что сделать мы даем просто что это у тебя самое сильное здесь это то что общество он не вкладывать деньги визит то есть сегодня уже очень много предпринимателей которые скажем среднего уровня они стоят на точке когда извиняюсь денежка есть но небольшая уже существует уже давно предприятие а все стоит не развивается ни черта а не хватает ни знаний ничего и они соответственно знают куда идти вот это самое важное здесь у этих самое важное будет это то что у них есть идейка а ты будешь просто говорить научишь их собираешь базу данных идей формируешь их до конца и наешь здесь вот и все а то что вот здесь вот хорошее общество то что мне понравилось это то что просто всегда нужно формировать команду поддержка ты не можешь никогда ничего не сделать обязательно нужен кто-то кто тебя будет поддерживать поэтому вот здесь вот это будет самое главное это формирование команды вот это такое вот кстати ну что обучение обучение по формированию команды это тоже очень важный признак это может быть в сервисе в сервисе я буду жестким сам к себе в том спросе спасибо вам за экспертную поддержку что было для тебя важно смотрите я сейчас понял какие вещи важные я не указал в своем выступлении и как те вопросы которые вы мне вернули то как вы восприняли я понял что важного я просел что я не сказал я не сказал три вещи я сейчас понял что я о них не сказал понял как важно о них сказать и для меня ценность сейчас это то что ну во-первых каждый раз я сегодня по другому я сегодня по другому визуализировал свой рассказ я в прошлый раз по другому это делал я сегодня попробовал по другому для меня это ценно и каждый раз когда ты проговариваешь это другим но ты не больше понимаешь сам что хочешь то есть ты учишься говорить об этом просто так чтобы было понятно сейчас еще смотреть в глаза тем кто тебя не поддерживает не поддерживает не устанавливает спасибо 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 вам большое критика генерация спасибо